И всем привет, ребят! С вами Сарбаньки. Сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному танкофонду. В очередной раз мы вместе с вами сегодня пройдемся по нему. И сегодня затронем одну очень интересную тему, а именно обсуждение тех самых устройств, которые могут нам выдать за танкофонд, за уровни, за миллионы набитого танкофонда. Вы знаете, что здесь, начиная с 8 миллионов и заканчивая 13 миллионами, у нас есть возможность получить целых 5 устройств и плюс еще получить на 10 миллионах Молот Легаси. Устройства, за исключением двух, новые, то есть вакуумный снаряд на Гром, Рой на Скорпион и Пульсар на Теслу. Но эти три устройства являются новыми и никто не знает пока что, как они будут работать. Я сегодня решил немножечко пофантазировать, обсудить эту тему с вами и возможно в комментариях вы тоже к этому видосу напишите свою точку зрения, как будут выглядеть эти устройства и какими они будут. К сожалению, как я уже сказал, до сих пор нет информации на Википедии нашей игры, возможно, когда этот видеоролик выйдет, уже какая-то информация у нас появится и мы уже будем что-то в дальнейшем размышлять и может быть даже обозревать эти устройства на специальных аккаунтах. Но пока что у нас, к сожалению, такой информации нет. Если с магнитной картечью и гелиусом все более-менее понятно. Магнитная картечь это ЭМИ устройство на молот, которое дает последним выстрелам отключение расходки у противника, у которого нет иммунитета от ЭМИ. Это устройство, ну как по мне, наверное, не является супер уникальным и интересным и жестким на сегодняшний день, поэтому о нем говорить, наверное, особо нечего. О гелиусе очень многие говорят, что его скорее всего занерфят после этого танка фонда, но я считаю, что никто его нерфить не будет. Почему же его не будет нерфить? Здесь ответ мой предельно просто, да, то есть количество этих устройств в матчмейкинге, если будет большим, значит количество резистов будет большое. Если будет большое количество резистов от рикошета, то и актуальность этого гелиуса не будет такая жесткая. Даже сейчас, если я, например, против встречаю гелиуса, я возьму резист от рикошета, и этот гелиус, по сути, ничего такого сверхъестественного уже против реза сделать не сможет. А если у тебя есть сверху еще броник, ну тогда тем более особо проблем от этого рикошета не будет. Поэтому я считаю, что гелиус в том виде, в котором он есть сейчас, он не будет видоизменяться, он останется таким же, как будет. И на, наверное, 99,9% я уверен, что у нас дойдет точно цифра до 9 миллионов и даже больше. Почему мы будем обсуждать сегодня эти устройства? Потому что я уже, уже на сегодняшний день, да, то есть у нас сегодня, получается, четвертый день танка фонда, и уже есть почти 3 миллиона танкой на фонде. То есть у нас уже почти есть 30 обычных контов, и это только-только старт, да. То есть у нас еще до окончания танка фонда 30 дней. То есть целый месяц еще до окончания танка фонда, и уже есть 3 миллиона. Это очень-очень хороший результат и очень быстрый набор цифр. Поэтому я вангую, что здесь все устройства, которые у нас имеются именно до 13 миллионов, мы сможем получить, да. Хотя я изначально ставил, что, ну, десятка будет, да. Сейчас уже с таким ростом можно и попробовать замахнуться на что-то больше, на что-то больше. По поводу новых устройств. Вакуумный снаряд. Как я уже сказал, информации нет никакой, поэтому я могу только предполагать, да. Из того, что я вижу на картинке из названия, я понимаю, что это должно быть что-то флешевое. Плюс картинка показывает какое-то такое пробитие, поэтому может быть, может быть, я вангану, что это просто обычный дефолтный гром с пробитием. Потому что у нас сейчас уже вышел гром с поджогом, есть гром с пульсарчиком, да. И чисто в теории, как пробитие купола, да, это может быть гром с дефолтным пробитием, да. То есть, если это обычный дефолтный гром с пробитием, то это, наверное, ничего сверхъестественного устройства, которого еще нету нигде, будет у вас в гараже. Ну, в принципе, наверное, неплохо, но возможность его реализации будет явно хуже, чем гром с пульсаром. Ну, и если там будут стандартные характеристики грома, то в принципе, в теории его можно будет использовать. Если какие-то характеристики пушки будут и видоизменены, и цифры будут другими, то есть в худшую сторону, то тогда, ну, и актуальности, наверное, не будет особо никакой. По Рою. Интересное устройство должно быть. Здесь оно выглядит, как какая-то определенная меточка и четыре ракеты. То есть, это, возможно, какая-то быстрая суперсводка по противнику на большой средней дистанции. То есть, я из вот такой вещи смею предположить именно такую теорию, хотя Рой, то есть это что-то более массовое должно быть, с моей точки зрения. И, быть может быть, это устройство, которое будет иметь в своем залпе большее количество ракет. Я не знаю, честно, сколько сейчас этих ракет. Вроде как сейчас их 10. Ну, если что, поправьте меня в комментариях, да, у Скорпиона. Да, и этих, может быть, ракет будет больше, как, например, с устройством дистанционный, ой, не дистанционный подрыв, а пусковая установка, как у нас она называется, пусковая установочка на Страйкер. Даже я, давайте, быстро забегу, чтобы сейчас ерунды не сказать. На Страйкер есть устройство, которое выдает 8 ракет у нас со сводки. Вот самые такие неподходящие моменты выскакивают у меня из головы. Цикло, цикло, цикло. Вот, может быть, это что-то похожее на цикло, даже если сравнить и посмотреть, как оно выглядит, тут тоже нарисовано большое количество ракет. Поэтому, в теории, да, это может быть устройство, которое будет давать большее количество ракет по противнику. Ну, если, например, сейчас в дефолтном там 8-10, то, ну, может, каких-то 15, 15. А еще 20 ракет, вы приколите. Джаггера просто ваншотнуть можно было бы, да? Ну, понятное дело, что сводка, значит, будет дольше. Но, с учетом того факта, что у нас сейчас не показывается луч при сводке, и ракеты летят сверху, да, то есть это супер непредсказуемая вещь, это может работать. Это может быть актуальным, и это может быть даже, скажу, жестким устройством в нашей игре, да? Если сравнивать, например, с громом, то гром, ну, такой, если это гром пробития, то, ну, такое себе. А вот, ройчик может дать контенту. Но, понятное дело, что далеко не у каждого, я даже сказал, не то, что далеко не у каждого, очень маленького количества игроков на данный период времени есть Скорпион. Но, получив устройство, да, то есть ранний доступ все равно рано или поздно закончится, в общий доступ выйдет пушка, и уже будет хорошее устройство у всех тех ребят, кто хотя бы одну спецуху в этом танкопонде приобрел, да, я уже на двух аккаунтах по одной маленькой спецушке взял, ну, и я считаю, что так и нужно делать, да, то есть по одной маленькой взять спецухи с тем ростом танкопонда, который есть сейчас, я считаю, что это вообще супер крутая тема. Ну, и последнее устройство на 13 миллионах, это Пульсар на Теслу, я вообще считаю, что это может быть супер жестко имбовым устройством, если с Крита, если с Крита, именно с Крита, будет Тесла давать все статус-эффекты, сейчас Тесла и так в Мете в хорошей, да, то есть она жесткая, она и так нагибает, а если еще с Пульсаром, с Крита, с каждого статус-эффекта она будет, хоть и наносить там с Крита маленький урон, но будет давать все статус-эффекты, это будет нереальнейшая имба и контра ей в матчмейкинге, но я даже не знаю, да, то есть с точки зрения того, что эта пушка очень легка в использовании, да, то есть нету какого-то там усложненного механизма работы ее, то это может внести жесткий дисбаланс в нашу игру, и Пульсарчик может стать суперметовым в виде Теслы, да, то есть у нас сейчас в игре есть Гром с Пульсаром, есть Рик с Пульсаром, но что Гром, что Рик, ну не такое большое количество игроков у нас в игре используют, а вот Тесла может стать реально очень-очень крутой вещью, поэтому я считаю, что все эти три устройства в своем роде могут быть интересными, да, единственное только то, что мы не знаем их механизмы и четкую правильную работу, но единственное это только Пульсар, да, можно прям с точностью сказать, как оно будет работать, и в принципе я не думаю, что будет здесь меняться, вот что касаемо Роя, что вакуумного снаряда здесь пока что есть вопросы, по магнитной картечи в принципе я высказался, по Гелиусу тоже, да, я, я, который до сих пор не имеет Гелиус, я все-таки хочу, чтобы он у меня появился, потому что у меня лично в моей голове есть пару-тройку реализации этого устройства, я, когда его получу на свой основной аккаунт, смогу с вами тоже поделиться, в принципе я уже и на спецаке показывал что-то похожее на то, как можно бмсить с этим устройством, но посмотрим, как оно будет работать, когда будет большое количество резистов, и когда это устройство будет иметь также уже, ну, наверное, на тысячу какую, больше танкистов, да, которые будут играть уже с ним. Пишите, что вы думаете по поводу новых устройств, пишите, как вы думаете, до скольки миллионов дойдет наш замечательный танкофонд, и сумеем ли мы взобрать все эти замечательные устройства, плюс молот Легаси, по молоту Легаси я в принципе ничего говорить даже не хочу, потому что в моем понимании, ну, наверное, с одной стороны молота Легаси вообще не существует, с другой стороны, как бы видо он изменялся, перерабатывался, якобы в теории это можно назвать Легаси, но так как я не являюсь фанатом и человеком, который обращает внимание большое на скины, я, ну, просто оставлю эту тему, да, то есть в моем случае намного интереснее пообозревать устройства и обсудить их вместе с вами. Напишите, как я уже сказал, до скоти миллионов вы считаете, что мы дойдем, ну и вангоните, возможно, свою точку зрения по поводу работы этих устройств, если вы с моей точки зрения не согласны, если согласны, то просто напишите, что вы согласны, поддержите данный видос лайком, подписочки на канал тоже можно оформить, если вы еще вдруг не подписаны, нажать на колокольчик, дабы не пропускать. Также новые видеоролики, ну и, конечно же, не забывайте про тег, замечательный создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике, мой личный тег это тегтимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, уже новый у нас розыгрыш стартовал, вся информация по поводу розыгрыша есть в описании. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!